10 октября 1905 года на Волге столкнулись два парохода. Тургенев пароходного общества «Самолет», шедший в Астрахань, и купец купеческого общества, направлявшийся в Казань. Столкновение произошло в верстах в десяти ниже Ставрополя, напротив местечка, известного среди волгарей как Бахилов-враг. Багровое солнце в парусах фиолетовых спускает якорь в закатный рейд, и белую чайкою вуалетка играет с брызгами ее кудрей. В апреле 1912 года мир облетела весть о страшной катастрофе, произошедшей в Атлантическом океане. В шестистах километрах от канадского острова Ньюфаундлен потерпел крушение самый большой на тот момент океанский лайнер «Титаник», более чем с двумя тысячами людей на борту. Жертвами этой трагедии стало примерно полторы тысячи человек. Волга не Атлантика, но свои трагедии случались и здесь тоже. В октябре 1905 года при столкновении пароходов Тургенев и Купец сильно пострадал первый. Купец расщепил нос парохода надвое. Увы, пострадали на Тургеневе и пассажиры. Одной женщине в двух местах раздробило ногу. Мужчине сильно помяло бок, а несколько пассажиров получили ожоги в результате того, что была сломана труба парового отопления. Что же касается испуга и психологических травм, полученных пассажирами, то их просто никто не считал. Да в этой ситуации было и не до них. Тургенев выбросился к берегу и затонул носовой частью. Много товара, преимущественно мануфактурного, оказалось затопленным. Пассажиры числом до 500 человек были сданы на проходивший мимо пароход Казанец. Купец пострадал сравнительно немного. Ему только едва-едва помяло нос. Причины случившегося, писали газеты, неизвестны. Ночь была ясная, тумана не было. Ночь была ясная, тумана не было. И тем не менее, почему-то купец все-таки протаранил пароход, носивший имя классика, написавшего, между прочим, и вешние воды. Может быть, дело было в том, что воды в октябре были совсем не вешними. И именно это послужило главной причиной столкновения Тургенева с купцом. 18 июня 1893 года на Волге, близ села Савинского, в результате пожара погиб пароход «Альфонс Зевике», шедший из Рыбинска в Нижний. На борту было около 70 пассажиров и груз «Хлопка», который, собственно, и загорелся. Спастись удалось примерно половине пассажиров. Среди погибших был генерал Петрушевский. Но он не утонул, а умер от апоплексического удара вследствие пережитого им страха и волнения. А мы тем временем вернемся еще на несколько десятилетий назад, в август 1886 года. До печально знаменитой трагедии на Титанике оставалось еще несколько десятилетий. Да и произошла эта трагедия далеко от этих Волжских берегов. А вот все, то, о чем мы вам сегодня расскажем, случилось не в океане, а на нашей с вами Волге. Итак, 7 августа пароход «Вера» шел обычным рейсом из Астрахани вверх по Волге. С наступлением сумерек на пароходе были зажжены лампы, которые работали на легковоспламеняющемся керосине. Вот это-то обстоятельство и послужило причиной ужасного несчастья, разыгравшегося теплым летним вечером. Войдя в одну из кают первого класса, лакей увидел, что одна из ламп лопнула. Тогда он побежал на нос парохода, схватил ведро, зачерпнул воды и, вернувшись в каюту, выплеснул на горящий пол. Но пламя не только не потухло, но и, напротив, взвелось вверх, к потолку. На крик лаке прибежал матрос, который стал тушить пламя ковром, но потушить его он уже не смог. Тогда с криком «Пожар! Горим!» матрос бросился на палубу и насмерть перепугал собравшуюся там публику. Люди стали метаться туда-сюда по обширной палубе. Наконец, один из пассажиров, накинув на себя спасательный жилет, перекрестился и бросился в воду. Его примеру последовали и многие другие, несмотря даже на то, что они не умели плавать. Вода оказалась в этой ситуации гораздо более лучшим исходом, чем пламя, которое подступало с каждой минутой все ближе и ближе. Приказчик купца Бугрова, крестьянин Костромской губернии Хасов, потерявший в результате случившегося на проходе вера жену и сына, рассказал репортеру местной самарской газеты, что во время катастрофы сгорело значительно больше пассажиров, чем об этом было сообщено в официальной хронике. По его словам, рано утром, до прибытия властей, пароходная прислуга в течение долгого времени выбрасывала из обгоревшего парохода не только обломки, но и обгорелые кости. Он же рассказал и о том, что в то время, пока на пароходе и возле него горели и тонули люди, пароходная прислуга выбрасывала с парохода на берег арбузы. Печальную картину представляли собой мародеры, обыскивавшие тела, всплывавшие довольно далеко от места катастрофы. Конечно, заключала газета, все это одни непроверенные слова и предположения, которые могут найти или не найти подтверждение лишь тогда, когда будут обнаруживаться те, кто считается пока пропавшими без вести. Следствие по делу о пожаре на самолетском пароходе «Вера» продолжалось более года и получила свое окончательное разрешение только в октябре следующего, 87-го. Рассмотрев все обстоятельства этого дела, Казанская судебная палата вынесла решение, согласно которому виновными в волжской трагедии были признаны двое – лакей парохода и его капитан. Как выяснилось, при более тщательном рассмотрении дела причиной возгорания послужило то, что лакей Чернышев, находясь в дамской каюте первого класса, начал выливать легковоспламеняющийся керосин в горелку зажженной лампы. Это и стало причиной трагедии, которая унесла, по официальным данным, жизни 86 человек. Что же касается второго из обвиняемых, капитана Олегрицкого, то он, как показало следствие, не только не предпринял никаких мер к спасению людей, но, узнав о начале пожара, укрылся в безопасном от огня месте и прекратил всякие распоряжения. Неграмотное же руководство действиями команды умножило число жертв, которых могло быть гораздо меньше. Например, известно, что когда пароход ткнулся носом в мель, кто-то распорядился бросать с палубы на тонущих пассажиров столы, стулья, скамейки, которые якобы могли помочь тонущим. Неизвестно, однако, могли ли они в действительности кому-нибудь, но очень многие погибли, перешибленные тяжестью бросаемых предметов. Оба обвиняемых, Лакей Чернышев и капитан Олекритский, были приговорены к четырехлетнему тюремному заключению. Правда, оба обжаловали решение Казанской судебной палаты в правительствующем Сенате. Однако Сенат, еще раз рассмотрев все обстоятельства дела, оставил приговоры без изменений. 9 июня 1914 года в 3 часа 45 минут пополудни загорелся пассажирский пароход «Христофор Колумб» товарчества «Русь», находящийся недалеко от Казани. Пожар был потушен. При этом команде удалось справиться своими средствами, без посторонней помощи. При выяснении причин случившегося обнаружилось, что сзади дымовой трубы, вплотную к ней, на пароходе стоял деревянный рундук, с хранившимися в нем железными крышками, тряпками и слитками свинца. Правая половина этого рундука совершенно выгорела, а крыша под ним обуглилась. Вот под этот-то рундук, скорее всего, и попала искра из трубы камбуза. Вот вспыхнувший еще через полторы недели пожар против лесных пристаней в Самаре потушить малой кровью не удалось. И времени, и сил на его тушение было затрачено гораздо больше. На этот раз горела баржа, груженная шпалами и другим лесным материалом, принадлежавшим компании Кузнецов и Ка. Пожар возник утром 21-го и продолжался до утра следующего дня, 22-го июня. И прекратился только тогда, когда к барже подошел пароход «Кореец», нанятый страховым обществом для тушения пламени. Баржа была приведена к пристаням от батраков, и в момент возникновения пожара никого из рабочих на ней не было. Все находились на берегу, так как днем предполагалась догрузка баржи шпалами. И, поскольку долгое время никаких противопожарных мер не было предпринято, весь груз баржи сгорел. Рабочие, правда, пытались подобраться к пламени и затопить груз, но из-за сильного жара им не удалось этого сделать. Между прочим, позже стало известно, что в трюме горевшей баржи находились пакля и несколько бочек нефти. Так что торговым постройкам на берегу и пристанской гостинице угрожала опасность быть уничтоженными огнем. Если же этого не случилось, то только в силу какого-то невероятного везения. Не иначе хозяин гостиницы родился в рубашке. Гаснет электричество, поют псалом. От гиганта в океане гибнущего останется молящий о помощи молнии и злом в приемниках земных радиостанций. С вами был Михаил Перепелкин.